Проект строительства жилого комплекса «Каравелла Португалии» в Дагомысе получил широкий общественный резонанс. Часть горожан сомневалась в необходимости этой застройки. Другая обеими руками была «за». Люди понимали, курорт получит развитую социальную инфраструктуру там, где ее не было долгие годы. На собственном участке в 52 тысячи квадратных метров компания «Мебельщик» планирует построить 10 13-этажных зданий. Ранее проектом планировалась гостиница в 33 этажа и 3 высотных здания по 25 этажей. В связи с изменением в генеральном плане курорта по требованию города, застройщик в два раза уменьшил этажность строений. Объект предусматривает и социальную инфраструктуру. На первых этажах появятся детские сады, центр реабилитации детей-инвалидов и технопарк, а также магазины и кафе. Предусмотрены парковки, бассейны и зоны отдыха для детей и взрослых. Территория комплекса будет открыта для всех жителей и гостей. А начать работу планируют с создания новой системы гидрозащиты от подтопления. Мы предусмотрели инженерную защиту территории. Самое главное, в первую очередь, мы будем строить ливневые сооружения. Вы знаете, для нас это, конечно, является большой нагрузкой, но мы будем защищать не только свою территорию, но и территорию окружающих домов. Потому что нельзя рассматривать наш комплекс как отдельно существующую площадку. Она, естественно, привязана к существующей застройке в Дагомысе. Компания «Мебельщик» планирует потратить около 300 миллионов рублей на развитие городской инфраструктуры. Тем самым снимает часть финансовой нагрузки с муниципального бюджета. Будут проложены новые электролинии от подстанции Дагомыс. Кроме того, компания участвует в реконструкции теплосетей Дагомыса. Будет построена новая котельная в Волковке. Эта часть проекта оценивается в 120 миллионов рублей. Также планируется укладка нового коллектора через реку Дагомыс. Данная проектная документация прошла экспертизу. Получены все соответствующие заключения. Разделы проектной документации предусматривают как непосредственно строительство объектов, так и инженерную защиту, водоотведение, электроснабжение данного объекта. К этой работе застройщик привлекал только местных экспертов из края и города. Строить объект также будут местные подрядчики. Так что все средства, потраченные на возведение комплекса, скорее всего, осядут в виде налогов в муниципальном бюджете. И что особенно важно, строительство комплекса никак не потревожит покои местных жителей. А тяжелая строительная техника не будет разбивать дороги Дагомыса. Данный участок позволяет складировать инерные материалы, производить их в мобильном РБУ бетон, и складировать арматуру вне летнего периода, и совершенно спокойно строить. Кроме того, у нас в проекте не предусмотрены. Не набивные, не буронабивные сваи, которые создают большой шум. У нас совершенно другая технология строительства, которая основывается на укреплении грунтов. В планах застройщика развивать и пляжную полосу поселка. Ее благоустроят, и она останется доступной для курортников и жителей микрорайона. Владельцы будут сдавать свои апартаменты туристам. А это, по мнению экспертов, даст толчок к развитию малого бизнеса. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.